Рекламно-информационная программа Народный врач На радио Комсомольская правда Ставрополь Добрый день, меня зовут Анна Ивершинь, это радио Комсомольская правда и программа Народный врач. В рамках этого проекта мы знакомим вас с работой больницы поликлиник Ставрополь, а также рассказываем о лучших специалистах медицинских учреждений региона. И что особенно важно, мы приглашаем врачей в студию, чтобы задать им самые важные вопросы. Каждый 409-й житель России болен раком, а за последние 10 лет число онкобольных в стране выросло примерно на 20%. Какова позиция Ставрополя в этой общероссийской статистике? Каких успехов удалось достичь в крае за последние годы и какие перемены ждут ставропольцы в ближайшем будущем? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня с нашими гостями. В этой студии министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. И заместитель главного врача по хирургии, заведующий отделением таракальной хирургии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Ставрополья Виталий Александрович Шутов. Виталий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер – один из крупнейших в Северокавказском федеральном округе. Вот давайте обсудим, как живет, работает и меняется это лечебное учреждение с годами. Начнем с того, что ровно 6 лет назад президент России Владимир Путин подписал так называемые майские указы, о которых мы все очень много слышали. И речь там шла в том числе о совершенствовании государственной системы здравоохранения. Среди полутора десятков пунктов, которые там были прописаны, было и поручение к 2018 году, который, как мы знаем, наступил снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, до 193 случаев на 100 тысяч населения. Понятно, что речь идет о той самой средней температуре больницы, как принято говорить, то есть о среднероссийских показателях. Но вот что в этом смысле изменилось за минувшие годы на Ставрополе и каковы были, допустим, эти показатели в 2012 году и вот что стало с ними теперь, на сегодняшний день? Во-первых, показатели были значительно выше в 2012 году. По Российской Федерации показатель равнялся 21 случаю на 100 тысяч населения, это по Российской Федерации. У нас в крае чуть более 180 случаев на 100 тысяч населения, это количество смертей. На сегодняшний день по итогам работы 2017 года у нас 162 случая смертей на 100 тысяч населения. Показатель Российской Федерации значительно больше. Но вот согласно майских указов, те поручения, которые были даны президентом, они выполнены у нас в крае. Мало того, у нас серьезно модернизируется сама служба онкологическая и хочу сказать, на сегодняшний день уже ряд вопросов, которые стояли перед нами, мы уже решили. Ну, во-первых, мы создали цельную службу онкологическую в целом по краю. У нас не было онкологических кабинетов, онкологических отделений в территориях. Вот буквально за последние три года мы 26 кабинетов открыли в крае, это на базе центральных районных больниц, центральных городских больниц, подготовили специалистов. И на сегодняшний день эти специалисты уже успешно работают. Мало того, мы проводили и проводим дальше модернизацию самого основного базового лечебного учреждения Ставропольского краевого онкологического диспансера. Мы участвовали в серьезной программе, федеральной программе по модернизации службы онкологической. Выделены были довольно существенные средства финансовые на модернизацию. Было закуплено современное оборудование, которое на сегодняшний день полностью используется нашими специалистами. И довольно неплохие уже есть на сегодняшний день результаты работы этого оборудования. Мы готовили, пока вот закупали оборудование специалистов, для того, чтобы они могли работать с этим оборудованием. В последнее время, уже четвертый год, онкоцентр наш, бригады наших специалистов выезжают в территориях. В территориях для них готовят специалисты первичного звена пациентов. Ну, на сегодняшний день не каждый может, особенно из отдаленных районов, приехать, например, в Ставрополь и обследоваться. А есть, предположим, у специалистов, которые там работают, подозрения, что у этого пациента может быть онкологическое заболевание. Поэтому они готовят этих пациентов к приему, а наши специалисты, когда выезжают, в первую очередь, они проводят мастер-классы по обучению специалистов первичного звена. Врачи тех же терапевтов, тех же педиаторов, хирургов, акушеров, виников, на местах рассказывают о настороженности при тех или иных онкологических заболеваниях. Показывают слайды, читают лекции и потом уже ведут прием граждан. Я вам хочу сказать, что результативность довольно-таки неплохая. В принципе, от того количества, которое готовят там на местах, процентов 8-12 пациентов забирают сразу же, записывают к себе на прием и приглашают на лечение сюда, в Ставропольский онкодиспансер или на обследование. То есть вот эти кабинеты, о которых вы сказали, которые были созданы в крае за последнее время, они, получается, работают в такой плотной связке вот с этими бригадами выездными? И не только с выездными, они непосредственно с нашим онкодиспансером работают в плотной связке. Действительно, вот результатом той очень многогранной и многоплановой работы, совместной работы первичного звена здравоохранения онкологов Ставропольского края под контролем и руководством Министерства здравоохранения Ставропольского края стали вот такие очень позитивные показатели снижения смертности от онкологических заболеваний. Действительно, мы на несколько пунктов впереди Российской Федерации по достижению этих целевых индикаторных показателей. Стоит сказать, что работу онкологической службы и первичного звена здравоохранения в плане онкопатологии регламентируют не только снижение смертности от онкозаболеваний, есть и другие показатели, как, например, заболеваемость, то, о чем вы сказали в самом начале. Пятилетняя выживаемость наших онкологических больных, а это показатель выздоровления, да, это такой позитивный показатель, чем он больше, тем лучше. И в этом году мы превысили этот показатель, он составляет 57%, в среднем по Российской Федерации это 54% составляет. Еще несколько лет назад этот показатель был ниже 50%, то есть четкий, уверенный рост в плане выздоровления наших пациентов. Другой показатель – это одногодичная летальность. Это такой негативный показатель, он, наоборот, вскрывает все недоработки, можно сказать, здравоохранения, в плане раннего активного выявления пациентов на доклинических стадиях заболевания. Чем выше этот показатель, тем что-то неблагоприятно в сфере здравоохранения. В нашем крае этот показатель тоже снижается. И вот если отслеживать эти совокупности всех показателей, вы знаете, я как главный онколог края встречаюсь с жителями нашего края в рамках программы «Шаг навстречу» Сарапольского онкодиспансера, он в свою очередь проходит в рамках краевой программы «За здоровье». И мы встречаемся с жителями нашего района и говорим, вот мы боремся за снижение смертности, онкологи всего мира борются за повышение заболеваемости, и тут народ, конечно, нас настораживается. Врачи борются за повышение заболеваемости от онкологических заболеваний. Но действительно, если осмотреться вокруг нашей Северокавказской республики, у них показатели заболеваемости гораздо ниже, чем у нас. Казалось бы, хорошо, но не совсем так все просто. Показатели заболеваемости ниже, а показатели смертности значительно выше, чем у нас. Показатели 5-летней выживаемости процентов выздоравливающих пациентов гораздо ниже, чем у нас, а показатели 1-годичной летальности гораздо выше. Это говорит о том, что страдает система, и эти регионы недостаточно выявляют пациентов на доклинических стадиях, когда человека еще ничего не беспокоит. То есть это не истинная статистика. Поэтому мы и говорим, что мы боремся за повышение заболеваемости, то есть за счет выявления случаев в первой-второй стадии, то есть когда человек еще ничего не беспокоит, на выявление злокачественных образований в доклинической стадии. Это основной залог успеха работы всей онкологической службы. То есть то, что говорят, не люди стали чаще болеть раком, а просто диагностировать стали лучше, это вполне справедливое утверждение? Вы знаете, пожалуй, и так, и так. То есть мы сейчас говорим, что за последние 5 лет у нас средняя продолжительность жизни увеличилась с 70, по-моему, до 75 лет. 74,2. 74,2. Это в край. Мы говорим, что наибольшая заболеваемость – это после 70 лет. То есть после 70 лет риск заболеть злокачественной опухолью приближается к 1-3. То есть каждый третий может заболеть злокачественной опухолью. После 60 лет каждый 8-10. Чем старше человек, тем риск заболеть злокачественной опухолью у него больше. Поэтому чем старее население, чем выше средний возраст населения, тем больше заболеваемости. Это вполне закономерный факт. Напомню, сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров и заместитель главного врача по хирургии, заведующий отделением теракальной хирургии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Ставрополя Виталий Шутов. Вернемся через 2 минуты. Народный врач. Вернемся через 2 минуты. Где-то одно заболевание преобладает над другим. Вообще в мировой популяции наиболее частая причина смерти – это злокачественное образование лёгких, рак лёгких. Наш край южный, инсоляция повышенная, у нас край солнечный, много солнца. Следовательно, у нас на первом месте заболеваемость кожи, злокачественные заболевания кожи. Они преобладают как у мужского, так и у женского населения. На втором месте у женского населения рак молочной железы в плане заболеваемости, у мужчин рак лёгких. В списке поручений президента мы уже касались майских указов. 2012 года значилось в том числе совершенствование медицинской помощи на основе государственной программы развития здравоохранения. Вот как эта программа, смогла ли она помочь врачам-онкологам на Ставрополе? Мало того, что смогла, на сегодняшний день есть продолжение этой программы. Вышел уже новый майский указ президента, где, я думаю, что очень много вопросов как раз-таки касаемо здравоохранения, в том числе и развития онкологической службы. У нас в крае есть необходимость вот не только открытия первичных кабинетов, но и строительства ещё дополнительного корпуса для онкодиспансера, потому что рост заболеваемости есть, востребованность в лечении онкозаболеваний очень высока. И вот те здания, которые были построены ещё в прошлом столетии, ну уже не отвечают тем требованиям, которые на сегодняшний день есть. Это и по наличию тех или иных помещений, это и по возможности, и по условиям работы специалистов, соответственно, и по условиям пребывания онкопациентов. Есть поручение губернатора проработать вопрос строительства нового корпуса для краевого онкодиспансера. Слава Богу, там у нас возможности есть, и земля есть вокруг онкодиспансера, где можно привязать новый корпус, онкокорпус. По поручению губернатора мы проработали уже на сегодняшний день медико-техническое задание для нового корпуса с учётом современных требований, которые есть, с учётом того современного оборудования, которое есть в ведении наших краевых специалистов, что оно крайне необходимо у нас в онкодиспансере для применения как с диагностической точки зрения, так и с лечебной точки зрения. На сегодняшний день готовится изменение в бюджет, где, согласно поручению губернатора, планируется закладка финансовых средств на проектно-смертную документацию для строительства нового онкологического корпуса. Во-первых, мы очень рады этому, потому что мы сейчас с вами рассуждали, да, растёт заболеваемость, растёт во всём мире смертность. Я подчёркиваю, что это не только в Российской Федерации, не только у нас на Ставрополе идёт рост заболеваемости онкологической. Виталий Александрович уже отмечал, что идёт рост во всём мире. На сегодняшний день есть государства, где смертность от онкологических заболеваний выше, чем от сердечно-сосудистых. На сегодняшний день у нас в стране, и в том числе и в Ставропольском крае, у нас превалирует смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но в связи с тем, что идёт вот такая тенденция в увеличении количества заболевших онкологическими заболеваниями во всём мире, Я хотел бы обратить внимание, что нам надо быть готовыми к тому, что пациентов становится больше, а помощь им надо оказывать и выявлять на более ранних стадиях. Вот с этой целью мы отрабатываем на сегодняшний день те пункты послания президента Российской Федерации. Я хочу сказать, что очень серьёзным подспорьем для нас стала та программа «За здоровье», о которой Виталий Александрович уже упоминал. Мы в этом году начали масштабную программу «За здоровье». Касается она как раз-таки наибольшего охвата населения. Выезжаем не только в рабочие дни, но в этом году впервые мы начали выезжать в отдалённые районы и выходные дни. Раз в месяц. Последний наш выезд был 15 апреля, когда бригады специалистов краевых лечебных учреждений и лечебных учреждений центральных районных больниц, центральных городских больниц выезжали в отдалённые территории. Проводили медосмотры, проводили анкетирование, проводили лекции о здоровом образе жизни, проводили консультации. И благодаря этим консультациям довольно большое количество пациентов были направлены на консультативный приём более высокого уровня. Кто-то направлен на стационарное лечение или на амбулаторное лечение. Кому-то даны рекомендации, как себя вести в дальнейшем и какая настороженность должна быть. Вот эта работа у нас проводится с января этого года. В прошлом году, в декабре месяце, этот вопрос проработался на уровне правительства края. Губернатор дал поручение. И вот эта программа «За здоровье» на сегодняшний день работает в крае. Но итоги, я думаю, мы будем подводить уже в конце года. Но я вам хотел сказать, что многие пациенты отзывались очень положительно. Что касается строительства нового корпуса онкологического центра, есть ли какое-то понимание, когда он может быть уже построен? То есть это 3, 5, 7 лет. Не так давно мы говорили о строительстве перинатального центра. Рассчитывать на срок в 7 лет, я считаю, нецелесообразно. Почему? Потому что за 7 лет утечет очень много воды. И, к сожалению, то, что мы сейчас закладываем по тому же оборудованию, уже, может быть, новые методики будут использоваться. Поэтому планируется так, что в этом году начать готовить проектно-смертную документацию, изыскательские работы проводить. В начале следующего года закончить эту работу для того, чтобы мы могли заявиться в федеральную программу по строительству онкоцентров. Мы планируем, что строительство должно начаться к самый поздний срок, это 2020 год. А вот что касается кадрового вопроса, это такой животрепещущий, мне кажется, достаточно ли у нас в крае врачей-онкологов, среднего медперсонала, который может работать вот в этом направлении, и ведется ли некая подготовка, и как скоро, может быть, недостающие кадры смогут прийти уже непосредственно на работу? Нет, недостаточно. Но я вам хочу сказать, мы количество специалистов онкологического профиля увеличили. У нас есть совместная программа с Медуниверситетом, у нас есть договоренности с федеральными учебными заведениями по подготовке специалистов. Мы занимаемся сейчас как раз-таки проработкой и подготовкой специалистов онкологического профиля. С учетом того, что мы планируем строительство и ввод в эксплуатацию нового онкологического центра, эта работа должна быть ускорена, и очень приятно отметить, что руководство нашего Медицинского университета оказывает нам существенную помощь в этом отношении, потому что мы смогли оснастить 26 первичных кабинетов. Часть специалистов была подготовлена специально, дополнительно для нашего онкодиспансера. Я хочу действительно подтвердить слова Виктора Николаевича, и мы ведем подготовку нашей смены, наших будущих специалистов, начиная со скамьи Медуниверситета. У нас сейчас есть возможность, эта программа работает, к нам приходят старшекурсники, они устраиваются к нам на работу в качестве медсестер, медбратьев. Мы их знакомим с профессией врача, мы к ним присматриваемся, что немаловажно, и готовим все кадры уже со студенческой скамьи. И потом они приходят к нам в клиническую ординатуру, мы их отбираем, мы на них смотрим. В этом отношении наставничество сильно развито в Старопольском онкодиспансере, и мы готовим кадры, что называется, с молодых ногтей. Виталий Александрович, вот неоднократно уже упоминали о том, что выезжают бригады, делают это довольно регулярно. Хочется понять, какова роль в заболеваемости раком наследственного фактора. Вот, возможно, людям, которых ничего не беспокоит, стоит все-таки прийти на прием и, может быть, задать какие-то вопросы. Первое место занимает наш образ жизни. То есть, исключив основные факторы риска онкозаболеваний, мы уже на сегодняшний момент, я говорю о профилактике онкологических заболеваний, на 40% можем снизить вот тот вал онкологических заболеваний, с которым сталкивается современное человечество. А это неправильный образ жизни. В первую очередь, это неправильное питание. Около 33% случаев связаны онкозаболевания, связаны именно с неправильным питанием. Здесь можно сказать и ожирение. Ожирение тоже имеет свою пагубную и перестройка организма, эндокринные системы, избыточный вес. На втором месте, безусловно, это курение. Мы сейчас говорим о том, что наша страна в лидерах по числу курильщиков. У нас 44 миллиона курильщиков. Мы на первом месте по числу подросткового курения. У нас всё возрастающее количество женщин курящих. И одновременно говорим о том, что в 98% случаев рак лёгкого у мужчин ассоциирован к курениям, у женщин этот процент чуть ниже, порядка 72-75%. Но наследственный фактор, возвращаясь к вашему вопросу, действительно играет роль. Окончательно не определены моменты, да, для отдельных опухолей они очевидны, допустим, для рака молочной железы, для других опухолей связь генетическая не очевидна. Мы сейчас можем говорить только о том, что даже если какая-то генетическая связь, мы методами профилактики, здоровый образ жизни, пропагандой здорового образа жизни должны свести риск заболеть онкозаболеваниями к минимуму. Эта программа «Народный врач» мы продолжим через 4 минуты. Напомню, сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров и заместитель главного врача по хирургии, заведующий отделением таракальной хирургии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Ставрополя Виталий Шутов. Чем раньше обнаружено заболевание, тем больше шансов его вылечить. Сколько, допустим, проходит времени с момента того, как человек заболел, до того момента, как какие-то симптомы дали о себе знать? Сколько может времени пройти? Знаете, такого явного времени, регламентированного и прописанного в наших руководствах, не существует. Вот, допустим, для рака лёгкого, это патология, которой я занимаюсь, в среднем есть такая статистика, проходит 7-10 лет от момента возникновения опухоли, то есть некой генетической поломки, до появления клинических признаков. И действительно, мы сейчас говорим о том, что как бы стремительно не развивалась онкология, какие бы мы высокотехнологичные методы не внедряли в жизнь, мы существенно снизить смертность не можем. Основная цель – это действительно выявление заболеваний на начальных стадиях. Если мы говорим о том, что при раке первой степени, первой стадии, процент выздоровления приближается к 100%, то есть он выше 90% в среднем по всем нозологиям, то при раке четвёртой стадии о выздоровлении мы, к сожалению, не говорим. И государственность подхода здесь заключается, помимо этого, ещё и в том, что лечение первой и второй стадии, оно гораздо дешевле, нежели лечение на третьей-четвёртой стадии. То есть на одной чаше весов успешное и не очень дорогое, даже с применением современного оборудования и схем лечения начальных опухолей, и крайне финансово токсичное, дорогостоящее и, к сожалению, очень малоэффективное лечение злокачественных опухолей уже в терминальных стадиях. Допустим, человек обнаружили заболевание на ранней стадии, может быть, там первая, вторая, провели лечение, лечение провели успешно. То есть человек дальше может жить спокойно или всё-таки есть некий момент, некая периодичность, в которой он должен наблюдаться и проходить какие-то обследования? Совершенно верно. Расслабляться никогда нельзя. Именно поэтому все онкологические пациенты пожизненно находятся на диспансерном наблюдении. Кратность диспансерного наблюдения определяет лечащий врач в поликлинике, который ведёт этого пациента. Но после пяти лет эта кратность составляет один раз в год. То есть один раз в год человек, прошедший лечение, возвращается в онкодиспансер с необходимым минимумом до обследования. Его состояние контролируется. К сожалению, нередки те ситуации, когда мы у излеченного пациента с той или иной опухолью находим и другие опухоли. Вторую, третью, четвёртую, пятую и так далее. То есть опухоли не связаны с первым заболеванием, это совершенно самостоятельные другие опухоли. Мы их должны вовремя выявлять и лечить. А есть ли, может быть, какой-то набор анализов для мужчин, для женщин, для людей в зависимости от возраста, которые нужно сдавать с некой периодичностью, например, раз в полгода или раз в год, чтобы можно было выявить заболевание на какой-то ранней стадии? Конечно, есть. И они прописаны и регламентированы во многих документах. И у нас система диспансеризации профосмота работает. Я буквально позавчера получил смс, в котором написано, «Виталий Александрович, вам необходимо пройти диспансеризацию, контактный номер телефона и указание поликлиники, к которой я должен явиться». Другое дело, как наши жители реагируют на этот призыв пройти диспансеризацию или профосмотр. В этом отношении, конечно, есть проблемы. А если говорить в общем, то для мужчин старше 50 лет мы обязаны хотя бы один раз в три года пройти флюорографию, эндоскопическое исследование верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, проста, специфический антиген, это необходимые анализы на выявление онкопатологии со стороны предстательной железы. Для женщин старше 40 лет в обязательном порядке это маммография, консультация гинеколога, это опять-таки флюорография, это эндоскопические исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, ФГДС и колоноскопия. Кратность их, я вам приблизительно сказал, бывают показания, когда их назначают гораздо чаще, чем регламентируют. Один раз в три года, один раз в полгода, один раз в год, в зависимости от показаний. Настороженность должна быть у каждого, особенно у тех, у кого есть, во-первых, вредные привычки, есть работа, связанная с определенными вредностями. Всё это надо учитывать в любом случае. Возраст ещё? К возрасту накапливаются генетические ошибки в нашем организме. Мы сейчас говорим о том, что в среднем человека до 500 тысяч опухолевых клеток в норме у каждого из нас. Когда этот вал, это количество клеток приближается к миллиарду, противоопухолевый иммунитет уже не справляется со своей задачей распознавания этих поломок, и возникает опухоль. Поэтому риск заболеть злокачественную опухоль существует у всех. Наша задача – пропаганда здорового образа жизни. Опять-таки, возвращаясь к начатому, наш край солнечный. Загорать вредно, о чём мы говорим детям, о чём мы говорим своим слушателям, молодым женщинам. Столярии – это тоже вредно. Имея два солнечных ожога в течение своей жизни, мы резко повышаем уровень заболеваемости раком кожи. Эта заболеваемость превалирует в структуре заболеваемости в нашем крае. Вот сейчас в поликлиническом отделении онкологического центра ведётся ремонт. Чего следует ждать пациентам в плане оказания медицинской помощи после его завершения? И как скоро можно ждать будет открытие уже такого обновлённого отделения? Ну, уже работы подходят к концу. Буквально чуть больше месяца осталось до окончания всех ремонтных работ. Самое основное – это нормальные условия для наших пациентов, прежде всего. Это нормальные условия для коллег наших медицинских работников. Почему? Потому что, когда есть нормальные условия и для работы медиков, и для пребывания пациентов в том же амбулаторно-поликлиническом звене, это очень важно. Во-первых, меньше конфликтов, меньше проблем. Мы сейчас усиленно работаем и боремся с очередями. Для этого не готовим специалистов. И электронная есть запись через интернет. И телефонная запись. Очень плотно работаем со специалистами на местах ЦРБ, ЦГБ, по записи пациентов, у которых есть определённые уже проблемы или настороженность по онкозаболеваемости. Поэтому в этом отношении работу проводим большую. И я думаю, что вот как раз-таки созданные нормальные условия в амбулаторно-поликлиническом звене самого крупного лечебного онкологического как раз-таки учреждения в крае, даст возможность решить очень многие проблемы. И меньше будем слышать нареканий. Ну и как бы подытоживая уже, хотелось бы как-то обобщить. Говорили сегодня об очень многих показателях. Какие цели вот сейчас стоят перед Ставропольским онкологическим центром на ближайшие, скажем, 5-7 лет? Вот основные, первоочередные задачи. Во-первых, самая основная задача – это снижение смертности. Выявляемость должна быть в любом случае. И чем на более ранних стадиях, на ранних этапах мы выявляем то или иное онкологическое заболевание, тем значительно больше шансов и у нас помочь пациенту, и самое основное – пациенту быстрее выздороветь. А это основная для нас задача, которая стоит. Помимо этого, в любом случае, нам надо продолжать освоивать новые методики лечения тех или иных видов онкологических заболеваний. Соответственно, это и перевооружение нашего здравоохранения. Вот то, о чем мы говорили. И на сегодняшний день эту работу мы проводили, проводим и будем проводить. Почему? Потому что лечить по старинке рак нельзя. Лечить современными методиками, современными препаратами. И вот эти задачи как раз и стоят перед нами. И перед нами их поставил как раз-таки президент. Я, как заместитель главного врача по хирургии, в первую очередь вижу развитие хирургической службы старопольского онкодиспансера. Здесь тоже есть большие перспективы. Оснащение мы получили очень современное. Оно продолжает наращиваться. Уже более 20% всех выполненных операций в стенах нашего диспансера выполнены по технологиям высоким, по мировым технологиям. Здесь это два основных направления. Малоинвазивные высокотехнологичные оперативные мешательства, то есть малотравматичные. Когда радикальные операции выполняются через отдельные проколы, не вызывая болевой синдром у пациентов, это приводит к ранней реабилитации, к снижению уровня инвалидизации наших пациентов. И второе направление, безусловно, это проблема современного здравоохранения, распространенные опухоли. Это обширные реконструктивно-пластические операции, связанные с удалением смежных органов и систем. И здесь уже, помимо оснащения хирургов, у нас современное оснащение анестезиологической службы, которое позволяет у несохранных пациентов, у возрастных пациентов проводить такие обширные оперативные мешательства. Действительно, отдельный вид помощи — это реконструктивно-пластические операции. В первую очередь я буду говорить, наверное, о маммологической службе, когда калечащие операции сопровождаются, операции, связанные по удалению молочной железы, сопровождаются одномоментной пластикой, чтобы наши женщины не страдали от внешних косметических дефектов. Всё это развивается действительно семимильными шагами. А потенциал есть. Молодых хирургов много, желающих работать много, поэтому мы надеемся, что строительство нового лечебно-диагностического центра, онкологи ввод этого центра ждут с нетерпением, существенно улучшат все показатели работы онкослужбы. Ну что ж, я напомню, гостями программы «Народный врач» сегодня были министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров и заместитель главного врача по хирургии, заведующий отделением таракальной хирургии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Ставрополя Виталий Шутов. Напомню также, что Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер находится в Ставрополе на улице Октябрьской, 182А. Записаться на приём можно по телефону 22 17 80. Благодарю вас за то, что пришли к нам и ответили на все эти важные вопросы. Меня зовут Анна Ивершинь. Всего вам доброго и будьте здоровы!